добрый день дорогие участники участницы сегодня как вы могли догадаться по нашему баннеру пойдет речь о новинках атоме нашей декоративной линейки которая вот расширяется и расширяется это прекрасная новость возможно кто-то из вас уже успел успел попробовать наши новые продукты поэтому обязательно пишите нам в комментариях что вы думаете как вы используете их какой у вас эффект пожалуйста делитесь мы все это читаем а также задавайте ваши вопросы на них я буду отвечать в течение всего эфира вот давайте сразу начнем начнем мы наверное с новинки подводки или айлайнер новинка в атоме это кстати говоря у нас линейка аделика на специальная именно декоративная линейка так вот вышел новый айлайнер и его вы можете сейчас лицезреть собственно на мне я уже перед эфиром им накрасилась да вот стрелки как можете видеть сделаны именно этим айлайнером что тут можно сказать ну мы все понимаем для чего нужен айлайнер здесь я не открою вам америку если скажу да он для того чтобы делать стрелки стрелки он может делать совершенно разного типа потому что конечно разные стрелки до подходят под разные типы глаз и так далее кому-то хочется потолще делать кому-то хочется делать немного потоньше стрелки так давайте я продемонстрирую на листочке буду рисовать разные стрелки как то вот чтобы всем было видно можно делать вот такую более толстую линию можно рисовать конкретно кончиком и будет линия совсем тонкая можно надавливать побольше и получить такую прям толстую стрелку конечно же на листе бумаги это все гораздо проще да ну как вы видите видите я особо так не старалась делала к тому же вот к вам лицом и тем не менее можно посмотреть да разные ширине ширины можно делать стрелки в зависимости от того как сильно вы нажимаете и каким собственно концом рисуется личные вот сейчас да я кончик делала прям совсем вот кончиком и кончик стрелки кончиком данного айлайнера чтобы они вот такие остренькие до получились вот а остальную часть дал ближе к собственно глазу уже надавливала более широкой частью чтобы стрелка была такая вот заостренная на как эффект кошачьих глаз получался вот это значит этот айлайнер он очень стойкий из преимуществ что можно назвать действительно если вы с утра его нанесете он будет держаться у вас весь день я уже так делала я уже провал не первый раз пользуюсь нашим хайлайтером как только появился он я сразу же его тоже приобрела конечно же и вот с утра выходя на работу да я делаю стрелки и до самого вечера пока там ты вы не принимаете душ стрелки держится в идеальном состоянии но конечно лучше не трогать да там него так вот не размазывать конечно наверное я так не делала это логично да что стрелка поплывет если ее конечно размазывать но если глазами руками рук глаза руками не трогать все будет замечательно ультра стойки ультра стойкое средство много совершенно преимущество я пробовала разные разные всякие айлайнеры потому что я считаю что стрелки мне идут я люблю их делать айлайнер атоме мне очень очень понравился как раз за счет очень удобной кисточки вот этот вот кончик с которым очень легко делать стрелку хотя я в этом деле не эксперты я конечно же не являюсь там мейкап артистом который идеально вам стрелку за одно касание проведет конечно же я там все-таки более более долго наношу все поэтому решили не наносить в прямом эфире вот чтобы не терять лишние пять минут но тем не менее вы можете посмотреть да как нам не смотрятся эти стрелки я их рисовала сама вот сегодня до эфира как раз давайте дальше пойдем если есть какие-то вопросы задавайте по айлайнеру но я думаю здесь все понятно да это хороший айлайнер черного цвета до такой универсальный цвет теперь мы переходим значит это у нас наш новый карандаш для бровей знаю многим это очень актуально при себя могу сказать у меня вообще от природы очень густые брови действительно очень густые поэтому я не могу сказать что я прям карандашом пользуюсь каждый день но помимо карандаша помимо вот этой до части собственно основной надеюсь сейчас все видно хорошо вот вот такой вот карандаш необычной формы то есть это не классический карандаш здесь есть более тоже заостренная часть более широкая часть и вот такая скошенная форма да вот чтобы было вот так удобнее проводить по брови к вот так вот помимо вот этой основной части собственно где у нас пигмент это кстати был серый карандаш у нас есть кисточка который удобно да вот так вот структурировать брови и кстати говоря давайте сейчас распакуем хайлайтер в котором есть зеркальце и я его использую да вот тоже хайлайтер замечательной беленькой красивенькой упаковочке выглядит он вот так вот про него немного попозже собственно сейчас я продемонстрирую собственно действие карандаша я все-таки возьму коричневый карандаш поскольку это мой цвет это у нас серый да правильно да это у нас коричневый карандаш такие тоже универсальные цвета в принципе серый коричневый я думаю в россии на европейской части особенно такие самые ходовые самые актуальные цвета так ну что же я немного себе подкрашу кончик кончик брови вот так вот ну я сразу говорю на мне карандаш не так виден я вообще как бы особо брови не крашу хотя и вот в нашем офисе это многим актуально многие очень у нас девочки коллеги пользуются собственно да ну вот я подвела немного кончик на что здесь у меня совсем совсем не нуждаюсь да вот в карандаше тем не менее я поскольку брови у меня густые люблю очень их вот так вот причесывать скульптурировать это кстати говоря очень модно прям модно все так делают брови сейчас уже вот эти все знаете зализанные брови такие такие большие крупные и в татуаж это уже не актуально да это уже какой-то прошлый не то что год до хотелось бы сказать век но нет все таки кто-то еще вот такие себе рисуют брови сейчас все таки идет тренд на натуральность бровей на то чтобы это было естественно и натурально соответственно я стараюсь все таки придерживаться до таких каких-то новых трендов но и к тому же просто это моя природная форма не хотелось бы ее менять вот так вот сейчас я кисточкой немного под крупных скульптурировала до брови они так вот немножко встали до образовалась форма поэтому у тех кого у кого густые брови да советую рекомендую тоже полезная вещь вот так вот кисточка их вот укладывать вот укладывать практически как волосы замечательный карандаш в принципе он тоже универсальный как и подводка замечательная во первых прокрашивает для тех кому это актуально какие-то пробелы именно в брови за счет удобного да вот этого карандаша специальной формы предназначены чтобы легко было вот эту именно линию до нижнюю подвести обычно по нижней линии мы ориентируемся и замечательная кисточка давайте пойдем дальше и перейдем к нашему хайлайтеру да это звездочка такая нашей новой линейки пожалуйста пишите кто уже кто уже успел попользоваться делитесь комментариями а что про него можно сказать вообще что можно сказать про хайлайтер да это средство в принципе она не новая да его суть в том чтобы подсвечивать какие-то выгодные до ракурсы лица выпуклые части части на которой не должна падать тень и это традиция вообще раньше также не надо думать что это прям совсем новое изобретение самом деле актеры театра использовали всякие различные способы структурирования до контурирования лица еще там 15-16 веке конечно они это делали не хайлайтером они это делали белилами или сажей но потом конечно появлением электричества все это так становилось явно видно некрасиво смотрелось что придумывали уже новые более такие технологичные на то время средства чтобы создавать грим в основном конечно это использовали какие-то актеры актрисы и так далее а в сорок пятом 1945 году макс фактор всеми известный значит создатель бренда до макс фактор он создал первую подробную такую мейкап инструкцию по которой мы до сих пор пользуемся который мы до сих пор пользуемся по сей день как правильно скульптурировать лицом я надеюсь сейчас наши модераторы выведут у нас картиночку такую на которой будут понятно какие зоны лучше всего подсвечивать чтобы лицо до становилось таким интересному сияющим и правильно структурировано сегодня я не нас не наносила хайлайтер чтобы нанести его вместе с вами и перед вами я себе тоже такую табличку распечатывала хотя в принципе я все об этом знаю самая распространенная зона на куда куда мы наносим до хайлайтер так вот я его набираю здесь замечательная кисточка это зона скул вот и то есть под глаза обращайте внимание что вот здесь вот под скульную зону хайлайтер наносить туда не надо потому что там у нас естественная тень и обычно туда наносят если кто-то делает то контуринг более такой темный коричневый оттенок до чтобы создать скулы а вот эту часть то есть по под глазом вот где у нас косточка тут находится мы ее вот так подсвечиваем хайлайтером что можно сказать вот я надеюсь что хоть как-то камера все-таки передает потому что я вижу себя в свете прям прям вот близ блестящий такой сияющий прям сияющий и хайлайтер хорошо так почему во первых он светится таким перламутровым светом светоотражающие частицы преломляют свет на отражают его и вот эти места очень красиво смотрится за счет этого так дальше что у нас можно еще подсветить можно сделать чтобы распахнуть взгляд положить хайлайтера под бровями здесь я это сделаю в принципе пальцем потому что мне не нужна кисточка и вот нанесу хайлайтер под бровью чтобы распахнуть немного взгляд и визуально увеличить глаза не могу сказать что они у меня прям маленькие но тем не менее тем не менее наносим хайлайтер сюда под брови далее из интересного можно уменьшить немного визуально конь вот носик если у вас есть да такая проблема опять же не могу сказать что меня прям надо что-то уменьшать но тем не менее подсветить в макияже это используется только не на кончик именно на сам нос немного хайлайтера на кончик носа опять опять же тут у нас естественная тень мы не наносим то есть визуально нос немного сужается а также немного можно сделать такой эффект пухлых губ и придать им немного объема если добавить немного хайлайтера вот вверх надо губой в эту ямочку вот сюда вот получается да и можно еще чуть-чуть вот под губой да это же серединке на подбородок ну как бы и потом это немного растушевать чтобы был естественный эффект собственно это основные зоны куда можно наносить хайлайтер надеюсь сейчас вам дорогие участники все видно хорошо и куда еще можно ли можно еще наносить на лоб но здесь такая опасная зона может лоб казаться жирным вместо того чтобы она подсветить какие-то достоинства можно подсветить какие-то недостатки поэтому аккуратно вот надеюсь что все очень хорошо видно в любом случае здесь в инструкции на упаковочке и на сайте вы найдете а собственно куда наносить хайлайтера много очень информации в интернете это такой такой средства знаете которые вот прям вошло мне кажется прочно лет десять назад так она и до сих пор держится до в топе в косметическом топе когда-то он был прям совсем популярный все прям такие совсем блестящие ходили сейчас разные есть разные хайлайтеры про хайлайтер атоме можно сказать что он обладает таким немного перламутровым оттенком и вследствие чего подходит наверное больше всего девушкам которые у которых и такая розоватая белая кожа вот и светлые все цветотипы я немного не вписываюсь в этот цветотип но тем не менее мне вот еще раз полюбуюсь на себя мне очень нравится как нам не выглядит этот хайлайтер он подходит и для дневного макияжа и для вечернего макияжа опять же все зависит от того от пропорции да вот как вы нанесете можно нанести много вот и будет все вот так вот прям совсем блестеть сильно сильно ну на руке вот я думаю все таки сейчас это перед передастся да вот так вот такой сильно сильное сияние для вечернего макияжа для какого-то тематического макияжа отлично подходит или можно нанести совсем чуть-чуть да или вот так вот растушевать все у нас будет замечательный дневной макияж ну вот у меня ручка сейчас прям хорошо блестит ну потому что я прям много его взяла и много его сделала чтобы вам было особенно на камеру плохо иногда передается передаются такие нюансы чтобы вам было виднее и в конце концов это конечно не тема нашего эфира но тем не менее напомню всем про то про наш нашу новую помаду которая также ну да это как помада это скорее блеск для губ многие удивляются она слишком красные нет она не слишком красные сейчас я еще раз я нанесу хотя мы недавно обсуждали но очень при очень приятная помада очень приятный бальзам увлажняющий отлично вот завершает сегодня мой макияж я бы сказала что у меня макияж у извините у меня макияж сегодня такой более вечерний я могу еще его вот прям у немного усилить потому что мне кажется что все таки вам немного может быть не так видно как мне но вот как сейчас я нам а как я сейчас себя вижу это прям уже вечерний макияж у меня стрелки губы хайлайтер но возможно вам на камеру кажется что такое более дневной вариант тем не менее хайлайтер дам его можно регулировать как я уже сказала и создавать разный эффект вот с помадой я считаю отлично получилось как раз она завершает образ вся линейка наша делике вот здесь вот покупаете прямо 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 все прямо все можно приобретать и с удовольствием пользоваться знаете ли такие базовые продукты для макияжа потому что помада до подводка брою ну самое главное это губы брови и глаза обычно это логично все для этого у нас есть плюс приятное сияние конечно у нас есть другие другие товары из декоративной линейки например сегодня для макияжа я использовала тушь атоме вот на мне тушь атоме сейчас тоже замечательная тушь хотя она не из линейки оделики совершенно отлично подходят под любой вид макияжем с тенями без теней вот так она смотрится со стрелками ну что ж дорогие участники судя по всему вопросов на сегодня нет по крайней мере мне ник ничего пока не прислали я думаю сегодня эфир логическим образом уже подходит концу рассказали про все продукты все равно оставляйте в комментариях под эфиром как вам наши новинки и возможно появится что-то скоро еще из нашей я по крайней мере надеюсь наши замечательные линейки оделики а сейчас я с вами прощаюсь спасибо что посмотрели эфир и до следующего раза до свидания что и а а Продолжение следует...